Так, ну а теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим опасные моменты и шайбы. Все начинается с того, что забрасывает свою классную Егор Зубов. Воспользовался ошибкой, выскочил на вратаря и все-таки отправил, да, отправил шайбу. Ну, Рымарева мы ловили последние два эфира, мы ждали от него 200-й гол в ВХЛ. Да, это открытие счета и Егор Зубов. Вот так разбирается в ближний угол, еще наподобие момента, сейчас мы его позже увидим, у Говоркова возникал. Но там Говорков вратаря не переиграл. Артем Лукоянов на ваших экранах, отличный матч тоже провел Артем. Ну и радость Александра Викторовича Клименко, президента клуба. Он всегда на трибунах присутствует, Денис Марач Абдулин. Едем дальше, уважаемые друзья. А вот этот момент, про который я говорил, Говорков такая же плюс-минс ситуация, забирает шайбу и вот с неудобной бросает в тот же самый угол, но голкипер уже готов оказался. Это потащил Жигалов эту шайбу. Игра только набирала обороты при счете 1-0 и Юнисон Москва создал еще ряд моментов. Второй период. Он тоже у нас не остался без Голиевы. Тут с передачи Климендова Рыжов. Ну и, по-моему, Рымарев отдавал также передачу здесь. Голевая у него плюсиком. Так что статистику сегодня хорошо поправил наш юбиляр, автор 200-й шайбы. Ну, в этом, конечно, аспекте у него сегодня юбилей очень знаковый. Смотрите внимательно. Вот оно подставление. Сверху видно прекрасно. Рыжов подловил. Ну, вот тут уже дела пошли полным ходом. Силовой добавилось. Рыченко попадает под молот. Очень часто, кстати, такое происходило, когда высоко давила команда Южный Урал. И приходилось попиться о стекла. Вот это все на себе ощутить Юнисону. А по-другому никак, дорогие друзья. Спасение Шигапова хорошее. Прошу прощения. Спасение Хакимова. Шигапов появился потом. А это еще один героический сейв, произошедший у нас в матче. Иван Жигалов справился. Смотрите внимательно. Ну, великолепные действия вратаря. Вот отсюда еще видно шикарно. И верхний ракурс. Вот. Браво, браво, Жигалов. И как здесь болельщики восприняли это спасение. И сосредоточенный взгляд из-под маски. Просто муха не пролетит. Отлично, Жигалов. Далее, друзья. Не оставляя надежд на то, что забросить удастся во втором периоде, атакует гостевая команда. Рыжов, Рымарев, ну, пользовались этой ситуацией. Не только, они отбирали и создавали вот так момент исходу. Третья шайба, дорогие друзья. Третий период, вернее, друзья, у нас начинается также очень-очень активно. Защита всегда в матче работала на синей линии. Много подборов, много выстрелов, щелчков, кистевых. Нанесли парни из Орска. Но забили только один раз в этом матче. Здесь тоже накатили так на Хакимова. Хакимов в тонусе держится. Вообще, кстати, это шайба, которая оказалась в воротах Юнисона. Это не Хакимова. Рук дело. Сейчас дойдем до этого также. Посмотрим прежде шайбу Евгения Рымарева, 200-ю, ВХЛ. Ну, а это атака очередная. Бросочек здесь в противоход был исполнен. Хорошо исполнял Рвачев Владислав. Артем подмечал все его действия, хвалил. Так, а здесь гол как раз. Внимание, уважаемые зрители. Ну, здесь все видно. И с этого ракурса хорошо. Шайба скатывается просто по руке вратаря. И как назло вот для сжигалого ворота. Но, на счастье, Рымарева такая отметка блистательная. 20 голов. И радости многоопытного форварда нет предела. Так же, как и радости болельщиков на трибунах МСТК «Динамо». Вот, еще раз обратите внимание. Не без доли везения здесь было. Но, все-таки, шайба оказалась за ленточкой. И следующий же момент. После того, как вся команда выскочила, пересек красную линию Хакимов. Его нужно было поменять. Выходит Шигапов. И происходит следующее. Но, здесь, друзья, я не думаю, что... Там Шигапов так как-то отнесся к этому моменту несерьезно. Возможно, что таким хорошим кистевым Куркин огорчил бы и Хакимова. Но этого мы уже никогда не узнаем. Вот такой вот случился парадокс. По вынужденному поводу оказывается Шигапов на площадке. В этом матче один бросок и шайба влетает. Да, досадно. Но ничего страшного. Бывает все. В карьере. Будут еще матчи, когда Арслан однозначно будет еще в старте играть.